С наступлением холодов в частных домах регистрируют сезонные пожары, нередкие случаи отравления угарным газом. Так, к примеру, из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода можно не просто попасть в больницу, но и умереть. Так как все же избежать трагедии? Перед началом отопительного сезона печь нужно подготовить. Нужно быть очищен от сажи дымоход, ее нужно побелить и заделать трещиной. Помните, что печь нельзя оставлять без присмотра, а также поручать надзор за ней детям. Нельзя складировать вблизи горючие вещества и материалы, а также нельзя перекаливать ее. По состоянию на 22 сентября на территории Брестского района зарегистрировано 53 пожара, 7 которых произошли по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов. К сожалению, от такого пожара зарегистрирован факт гибели человека, поэтому в преддверии начала интенсивного отопительного периода, который по прогнозам в этом году должен начаться раньше, работники Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с органами власти, территориальным центром социального обслуживания населения проводят рейдовые мероприятия в частном жилом фонде, именно в тех домовладениях, которые эксплуатируют печное отопление для обогрева и для приготовления пищи. В группе риска пожилые, отдельно проживающие граждане и многодетные семьи. Проверить необходимо не один десяток человек. Мария Михайловна Гуль пользуется печным отоплением без малого 70 лет. Оно хоть и в хорошем состоянии, но все же небольшие нарушения есть. Однако до холодов необходимо привести в порядок. Когда топите, нужно убирать, потому что может загореться. А не, я уже прожила, да, знаю, знаю, конечно, все знаю. Як там мне жарко, я убираю. А притопочный лист почему у вас такой маленький? Ну такого муж сделал. Какого муж сделал? Да. Нужен размер 50 на 70 сантиметров. Дети есть? Есть. Есть. Два сына и дочка. Значит, нужно им помочь вам. Хорошо. Старые печи, котлы и их неправильная эксплуатация. Любая мелочь может привести к трагедии. Чтобы избежать пожаров, напоминают инспекторы, достаточно выполнять простые советы. Помним, что нельзя оставлять без присмотра топящейся печи. Никуда не отлучаемся. Смотрим и безопасно эксплуатируем. В доме пенсионера Петра Петровича Ковалевского серьезных нарушений не нашли. А вот к автономному пожарному извещателю возникли вопросы. Батарейка в нем не работала. Специалисты заменили элемент питания и вручили хозяину памятку с правилами пожарной безопасности. Надо соблюдать эту безопасность. Потому что она очень еда, штука коварная. Смотришь, дом сгорел, и люди погодят. И смотришь эту программу времени, показывают. Там, сколько по этих городах пожару. Страшное дело. В дома, в которых выявлены нарушения, спасатели через пару дней вернутся. Сразу не штрафуют. Дают время на работу над ошибками. Главное правило, которое должен знать каждый. В пожарной безопасности мелочей не бывает. Любая халатность или неисправность могут в считанные минуты обернуться трагедией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова